Ну, вы знаете, то, что касается дефицита бензина, я не могу вам ответить. Почему в стране, так сказать, там, одном из лидеров, собственно, нефтяной промышленности и так далее, может быть дефицит бензина? Я думаю, что это, конечно, какие-то экономические игры, то есть, так сказать, включаются определенные механизмы, которые позволяют определенным игрокам, так сказать, на определенных ситуациях, на определенных конъюнктурах заработать, так сказать, там, большие деньги и так далее. Вот, то есть, я для себя логического объяснения этому найти не могу. Логического объяснения я не могу, я не могу понять, почему действительно это так. Вот, и думаю, что логическое объяснение кроется, что кому-то это надо. Кому-то это надо, ну, смотри, как бы, кто может быть заинтересован в каких-то, так сказать, вот таких вот флюктуациях, в ситуации, там, на топливном рынке. Кто может в этом заинтересоваться? Ну, это я тоже не могу сказать, это можно рассчитать, это можно, так сказать, специалисты могут это понять. И тогда, может, наверное, может стать причина ясна, причина, по которой эти вещи происходят. Но я, к сожалению, не нефтяник, искренне говорю, к сожалению, я не нефтяник, лог, не менеджер крупного взгляда нефтяной компании. И, к сожалению, я не экономист, поэтому я до конца, так сказать, квалифицированно ответить на этот вопрос не могу.